Точечная застройка в Туле 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 С района со всей инфраструктурой, с детскими садами, с больницами, с школами, с магазинами, с домами быта, то есть полное освоение. Либо освоение застроенных территорий. Так вот, чтобы освоение застроенных территорий проходило более контролируемо, и было понятно, что получит застройщик на данной территории, что получат жители соседних жилых домов, собственники других помещений на данной территории прилегающие, что получит в итоге город на отреализацию на данной территории, принято решение, что все эти строительства будут вестись только при наличии проекта планировок. Так какие микрорайоны в ближайшее время появятся в Туле? Новые там, либо... Комплексное освоение, мы видим, что сейчас появляется микрорайон Левобережда, он уже вырисовался, и достаточно большой объем жилья введенный в этом году, и его освоение продолжится в 2015-2016 годах. Ну и мы видим, уже понятно, что это достаточно большой, красивый такой, достаточно зеленый микрорайон. Также мы видим начало строительства на Новой Туле, это на Калужском шоссе. Видим также, что ведется строительство домов, это тоже будет достаточно большой микрорайон. Также микрорайон, например, Петровский, который тоже сейчас вырисовывается, это тоже комплекс освоения территории города Тула. Скажите, а не сложится ли такой ситуация, что после черного вторника, когда курс евро поднялся выше 100 рублей, кто-то из застройщиков скажет, не могу потянуть свои обязательства, и у нас будут долгострои? Ну, естественно, работа и правительства Тульской области, и администрации муниципального образования города Тулы, но и в целом работа всех государственных органов направлена на то, чтобы обманутых дольщиков не появлялось. Для этого существует 214 закон, который защищает права дольщиков, и, соответственно, этого не должно быть, так как застройщик достаточно ограничен в том, куда он может расходовать средства, и то, как он может расходовать средства дольщиков, которые он привлекает. Поэтому, я думаю, что вот, если говорить о этих новых микрорайонах, строительства, которые у нас сейчас ведется, ну, и о реализуемых проектах, то нет, Туле не должно быть обманутых дольщиков. В прошлом году Министерство обороны передало Тульской области достаточно большой пакет, ну, назовем, да, условно, пакет недвижимости, в том числе и аэродром, который находится в Мясного. Вот есть понимание, что с этим участком делать? Достаточно, да, большой объем военных городков был передан и на территорию Тульской области, и в городе Туле по аэродрому, который находится на Чмутово-Мясного. Уже часть объекта используется спецавтохозяйством, это городское унитарное казенное предприятие. Как база для спецтехники? Как база для спецтехники, да. А вторая часть планируется к передаче учреждению, которое занимается вот как раз летной школе. Много говорилось о планах приватизации на 2015 год. Вот какие крупные объекты недвижимости будут выставлены на аукцион? А главное, объясните вот простым тулякам, а зачем мы отдаем свое имущество? Имущество – это тот объект, который должен эффективно использоваться. Естественно, то имущество, которое находится в распоряжении, там, и говорим сейчас о Тульской области, Тульской области, и передано каким-либо там нашим юридическим лицам, государственным учреждениям, бюджетным учреждениям, нашим ГУПам, и которые используются эффективно ими. Соответственно, о приватизации этого имущества речи не идет. А то имущество, которое стало непрофильным, или, ну, переформировали мы там свои объекты, вот, это имущество ушло в казну, и, соответственно, для нужд правительства Тульской области, оно не используется, то есть не применяется. Соответственно, конечно же, гораздо эффективнее это имущество либо отдать в аренду какому-либо добросовестному арендатору, который будет его использовать, либо же реализовать, если, ну, нет перспектив для его аренды. Вот сколько тогда объектов будет в 2015 году выставлено для приватизации? Ну, в настоящий момент у нас в прогнозный план входит порядка пяти объектов, имущественных комплексов, которые для приватизации идут. Что это за пять крупных объектов? Ну, наиболее известные. Не все они достаточно крупные, конечно, но, вот, например, достаточно большой объект, это здание бывшего профилактурия с земельным участком на улице Маяковского с Куратова. Вот данный объект у нас находится в плане приватизации и реализуется. Небольшой объект, но расположенный в центре города, это улица Металлистов 2Б. И небольшая зданица, ну, во дворах находится небольшая зданица с земельным участком. Ну, и ряд других объектов. Вот мы подошли к теме парка. Безумно стал красивый, да, все туда приезжают, и днем, и вечером люди гуляют. Но зачем приглашали московских специалистов для вот этого нового зонирования? Ведь был конкурс, были проекты, проекты победили, вроде как деньги даже получили победители. А теперь вдруг московских специалистов привлекаем. Почему? Ну, привлекаем московских специалистов не только же для зонирования, вернее, не для зонирования исключительно. Московские специалисты привлекаем для того, чтобы они выразили свое мнение. Достаточно авторитетные архитекторы приехали и выразили достаточно авторитетное мнение по поводу того, как еще можно благоустроить территорию парка. И вот по конкретным местам прошлись, то есть там, где у нас ротонда музыкальная должна быть. Ну, и по спортгородку, там, где у нас что интересного может быть. Ну, не прислушаться к интересному мнению, это просто неправильно, на мой взгляд. Я считаю, что, конечно, чем больше мы соберем информации, и чем лучше мы сделаем парк, тем будет лучше тем жителям, которые его посещают. А что в нашем парке и мне понравилось? Что критиковали? Ну, критиковали небольшую разбросанность того, что нет единой концепции. Ну, сейчас она формируется, ее, соответственно, не было длительное время, вот только последние там 2-3 года, да, она появляется, начинает просматриваться. Но в данном случае занимались же не только парком, а прокатились по набережной города, посмотрели, что там происходит, прокатились, посмотрели и дали свои предложения по пешеходному мосту Черезупу, то есть 1-го берега Спаритарского района в центральный район. То есть посмотрели, как там можно сделать, прокатились по Казанской набережной, прошлись, посмотрели, что может быть там. То есть рассматривался в комплексе весь город, не только парк. То есть, это просто такая бесплатная помощь московских архитекторов, уважаемых архитекторов, которые консультационно говорят, что можно сделать здесь, что можно сделать здесь, какие-то предложения их, которые, естественно, будут обсуждаться с туляками, и итоговые решения, конечно же, будут приняты публично, также с учетом мнения всех. В 2015 году в Центральном парке что будет сделано? Ну, будет большая замена по спортивному городку, будет докуплены новые аттракционы, достаточно большое количество. Какие? Какие? Хотел бы оставить секреты для того, чтобы люди могли прийти и увидеть. Ну, примерно, хотя бы сколько взрослых будет? Взрослых будет порядка четырех аттракционов. А американские горки у нас появятся? Ну, на 2015 год мы пока не рассчитываем на американские горки, но когда-нибудь, наверное, появятся, потому что для американских горок нужна отдельная территория, и по большей части это такой отдельный парк, отдельная сторона. Ну, наша территория позволяет по большому счету? Ну, сейчас она у нас пока вся распланирована, и вот, соответственно, с этим планом мы ее обустраиваем. Хорошо, новые аттракционы, что еще? Спортивный городок. Спортивный городок, ротон, музыкальная беседка. В течение всего года к нам в редакцию звонят жители из разных районов, причем из юга, из севера области, и говорят, у нас вывозят землю. У нас вывозят землю. Непонятные машины грузят и вывозят землю. Кто вывозит землю из Турской области? Действительно существует такая проблема. В меньшей степени она касается Турской области как области, но есть ряд районов, которые обладают черноземом, ну, хорошей плодоплодородной землей. Заокский, например. Веневский, к примеру, район. Где это действительно такой как бич, то, что предприниматели, недобросовестные предприниматели, в какой-то части это правонарушители различных законов и норм, которые действительно вывозят плодородный слой почвы. Причем, если говорить по ряду районов, это делается, например, собственниками земельных участков, самими добровольно, то есть они приобретают земельные участки, снимают плодородный слой и вывозят. То есть это является таким же нарушением. А берут земли сельхозназначения? Да, берут земли сельхозназначения. А они имеют право вот снять дорогу? Конечно же, конечно же нет. Это все незаконно. С этим борются. Но так как очень такая сложная процедура и поймать очень сложно этих товарищей, которые возят землю. То есть это ловятся же только водители, когда там с сотрудниками ГАИ ГИБДД проводятся рейды. Ловятся же в основном водители. То есть не ловится то лицо, которое организовано. И путевые листы должны быть, конечно же, у них. Но вот в данном случае это нарушители, которые штрафуются. Штрафы, к сожалению, не очень большие. А какой штраф? Сейчас за КАМАЗ, допустим. 800 рублей, по-моему, штраф за КАМАЗ, землей. То есть предпринимателю выгоднее заплатить штраф? Ну, выгоднее ему не попасться, но сейчас штраф такой. Ну вот если говорить по Заокску, то администрация провела контрольные мероприятия по данному земельному участку. Причем этот земельный участок является землями неразграниченными. То есть это не чья-то территория, это земля, которая распоряжается органами местного управления муниципального образования. То есть это муниципальная земля, обыкновенное поле, приезжает какой-то КАМАЗ. Да, приезжает КАМАЗ, снимает верхний слой. Чернодеп и повез. Причем привозит туда технику, которая грузит это все. Загружает машины и повез. Местные жители же сообщают, если они звонят к нам в редакцию, значит они звонят в местный и в муниципалитет свой. Неужели нельзя как-то быстренько среагировать, поймать? Сейчас муниципалитет быстренько реагирует, ловит этих всех товарищей, которые ввозят. Соответственно, на данный момент такой массовости вывоза черноземного плодородного слоя уже, конечно же, нет. Но те последствия, которые это дает, то есть то, что было сделано раньше, естественно, надо устранять. И вот на примере Завокска они выиграли суд и сейчас должны будут взыскивать с этого гражданина, который доказан, который являлся организатором. И тем, кто вывозил этот плодородный слой и реализовывал его, вывозил там больше 11 миллионов на возмещение ущерба. Это не 800 рублей. Да, это не 800 рублей, но вот это пример полной и правильной работы муниципалитета по муниципальному земельному контролю. Когда вот он от начала до конца прошел этот путь, ну и сейчас теперь, соответственно, работа органов исполнения наказания для того, чтобы взыскать все эти деньги с данного лица в пользу муниципалитета. Какие планы у министерства на 15-й год? В этом году был сформирован реестр объектов для налогообложения, ставка, которая будет исходить из кадастровой стоимости по юрлицам и по коммерческим объектам. Этот реестр он сейчас сформирован, он опубликован, общедоступен, отправлен во все органы, разослан по районам, отправлен в районы, районы его также опубликовали на своих сайтах. Вот следующий год это год доработки этого реестра. А насколько теперь возрастет этот налог, который исходит из кадастровой стоимости? Нельзя так говорить, что он возрастет, потому что по разным объектам есть случаи, где кадастров стоимости выше, чем инвентаризационная, но есть по тем объектам, где она и ниже, чем инвентаризационная. То есть это вполне допустимо, это вполне возможно. Соответственно, делали выборку, по выборке общий объем, ну, выборку делали, да, по области, но это выборка, то есть это не вся область, не подсчитывая все. Где-то порядка 10-15% возрастания. Это немного. Просто были слухи, что там в половину, даже на 100% возрастет налог. Нет, ничего страшного и ничего такого сверх критичного не произойдет, но этого и не должно произойти, потому что все реформы, это реформы, когда была одна стоимость инвентаризационная, стала кадастровая стоимость, что гораздо правильнее, гораздо более объективно. Они должны проходить, ну, не то, что плавно, они должны проходить без особого ущерба и, соответственно, без нагнетания обстановки. То есть ничего сильного, сильно не должно измениться. Итак, формирование реестра объектов недвижимости. В этом году мы провели работу по изучению земельных ресурсов Зареченского района и просмотрели, как у нас используются земли, где есть договоры аренды, где нет договоров аренды, какие неразграниченные земли можно еще вовлечь. Или, да, кто как работает, кто как выполнит это. Есть достаточно большое, не небольшое количество, есть количество объектов, которые были размещены, но без договоров аренды. То есть с ними мы работаем, завершаем сейчас работу, нет, не будет у нас ни одного непрослуженного договора аренды, либо неосвобожденного земельного участка. То есть где недобросовестные предприниматели, которые заняли земельный участок, аренду не платят, аренду у нас зачисляется 100% в бюджет города. Если идти дальше, то, соответственно, тот только добросовестный арендатор и платит аренду, он изначительно сразу же уступает недобросовестному аренду, у которого стоимость аренды не включена в доходность. Ну и, соответственно, у него получается больше прибыль, конкуренция нарушается. То есть добросовестность получается быть невыгодна, а недобросовестность выгодна. Поэтому мы это, естественно, отрегулируем и уберем эту ситуацию. Ну и дальнейшая работа в Брагосостоятельном земельном совете. По формированию предложений земельных участков для выставления дали застройки на территории городского округа Тулы. С 1 января Министерство имущественных и земельных отношений будет распоряжаться землями не только города Тулы, как это было последние годы, с 2009 года, но и землями всего городского округа. Большой Тулы. Да, большой Тулы, вошедший Ленинский район. Соответственно, там планируется достаточно большая работа, но уже, опять же, что-то сделано. По формированию земельных участков для коттеджной достройки, для недовольного жилищного строительства, для предоставления многодетным семьям. То есть будем строить коттеджную Тулу? Ну, Ленинский район и предполагает строительство именно малоэтажных домов, потому что, ну, город это... Город стоит в пробках, да? Да, стоит в пробках. А Ленинский надо развивать. Там большой потенциал. Именно это было одной из причин объединения Ленинского района Тулы. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.